На прошлой неделе в Люберцах уволили двух водителей маршрута, которые нарушили правила перевозки пассажиров. Эти и другие инциденты стали темой расширенного заседания комиссии по организации безопасности дорожного движения. Встреча прошла в администрации городского округа. В этом году на территории обслуживания Люберецкой госавтоинспекции количество ДТП с участием общественного транспорта снизилось на 26%. Пострадавших в результате таких аварий по сравнению с прошлым годом тоже стало меньше на 30%. Представители администрации городского округа, инспекторы ГИБДД и руководители транспортных компаний детально рассмотрели каждый случай. В 2022 году было совершено 14 ДТП, 6 из них по вине водителя автобуса. 5 из них совершено. МОСТ РАНСАВТО, СПАРТАК, 2 ДТП, АВТОНОВИ 1 ДТП, РАНТРАНС 3 ДТП, ДИАЛАН 2 ДТП и СТАВТРАНС 1 ДТП. Что касается МОСТ РАНСАВТО, все 5 ДТП это падение пассажиров. Руководителям компаний-перевозчиков порекомендовали установить в каждом ряду салонов автобусов таблички с призывом держаться за поручни до полной остановки транспортного средства. Уделили внимание работе возрастных водителей. Им должны предоставлять короткие маршруты и выделять больше времени для отдыха. Ежедневно идет мониторинг по ГЛОНАССу, ежедневно идет мониторинг по нарушению ПДД. У нас синхронизированная база 1С с ГИБДД. В онлайне приходят штрафы на транспортные средства. Соответственно, мы выявляем водитель по путевому листу и вызываем данного водителя на дополнительный инструктаж. Если этот инструктаж не помогает водителю, то, соответственно, у нас есть черный список, который мы ставим у этого водителя. Замечания, которые поступили от представителей ГИБДД, сотрудники транспортных компаний должны устранить в течение двух недель. Главная цель – сохранить тенденцию снижения аварийности на общественном транспорте.